МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Безопасность превыше всего. Глава Чуваши провел заседание комиссии по предупреждению ликвидации ЧАЭС. Чтобы лучше видеть, в Чебоксарах восстанавливают зрение по уникальной технологии. Спорт – это жизнь. Чебоксарские ястребы провели мастер-класс для школьников. Торгово-развлекательные комплексы Чуваши продолжают сдавать экзамен на безопасность. Качество выявленных нарушений перевалило за полторы тысячи. Рейды еще продолжаются. Предварительные итоги проверок подвели на заседание комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Массовые проверки торговых объектов показали, что стремясь заработать прибыль, о безопасности покупателей бизнесмены не заботятся. В прокуратуре уже возбудили более 150 дел. Чтобы навести порядок и исправить все недочеты, предпринимателям отводят от двух недель до года. На 168 объектах выявлено около двух тысяч нарушений законодательства. По результатам проверок вынесено 128 представлений, возбуждено 161 дело об адом правонарушениях. Выявлено 20 нарушений, связанных с полным отсутствием пожарной сигнализации и 74 нарушений, связанных с ее неисправностью. Следующие массовые нарушения связаны с эвакуационными путями-выходами. В ходе проверки выявлялись нарушения, связанных с геометрическими параметрами отделки и исполнением. Отдельно хотелось бы отметить, что у многих торговых центров пути эвакуации пролегают через лифтовые холлы, две решатки которых выполнены не в противопожарном исполнении. Работу над ошибками предприниматели уже начали. Было обнаружено, что отсутствует система оповещения в кинозалах. Данное нарушение нами уже устранено. Для защиты атриума в межэтажных перекрытиях, так как у нас большое атриумное пространство, предусмотрено противопожарные шторы. Трагедия в Кемерово, отмечает Михаил Игнатьев, должна послужить уроком. Нормы и правила безопасности необходимо соблюдать неукоснительно. По итогам проверок в МЧС опубликуют черный список торговых центров, где инспекторы выявили грубые недосчеты. Одно дело с первой разрешительной документации берут, потом начинают смотреть, чтобы каждый квадратный метр давал соответствующие финансовые средства. То есть счетчик работает на карман бенефициара или там нанятого менеджера. Зарабатывание денег любой ценой приводит к таким последствиям, как произошло, допустим, к Кемерову. От пожаров необходимо оградить и чувашские леса. В этом году на эти цели направят более 25 миллионов рублей. Все команды готовы, штабные команды, учения проводились. Значит, люди настроены, надеемся, профессионализм сработает. И с 28 апреля текущего года будет установлен особый противопожарный режим. Нередко от огня страдает и Пресурский заповедник. Причиной ЧП часто становятся искры от поездов. Обезопасить леса от пожаров должна помочь система видеомониторинга. Радиус обнагружения составляет до 30 километров. Охватывает не только наш заповедник, но и соседнее лесничество, путь до Аватаря. В настоящий момент ведется работа с подрядчиком Горьковской железной дороги ООО «Реммагистраль» на проведение работ по нерализации полосы отчуждения Горьковской железной дороги. Если тренировки проводите, не ради галочки должны проводить, а на самом деле осознанно, ответственно, в случае, и к сейчас, люди знали, что нужно делать. На повестке дня и подготовка к упальному сезону. В этом году в каждом муниципалитете должны быть обустроены специальные места для отдыха. 80% несчастных случаев в прошлом году, как и ранние предыдущие годы на воде, это именно в тех местах, где не оборудованы места для отдыха населения. Из 32 утонувших взрослых 25 находились в нетрезвом состоянии. Это 78%. Вот наша беда, вот наша проблема. К упальному сезону сейчас готовятся спасатели. Пока не установилась жаркая погода, в МЧС планируют провести рейды, чтобы рассказать о правилах безопасности на воде. Счет утонувшим в республике уже открыт. С начала этого года погибло 4 человека. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Интернет открывает тысячи новых возможностей для людей. Вместе с тем в сети кроется множество опасностей. В последнее время все больше сайтов, призывающих молодых людей к экстремизму. Глобальная сеть в руках преступников становится настоящим оружием против человечества. О том, как уберечь самую уязвимую часть общества школьников и студентов, говорили сегодня на координационном совещании при главе Чувашии по обеспечению правопорядка. Выброс информации в интернет, огромное закрытие экстремистских сайтов не помогает, их место быстро занимают другие. Поэтому основной акцент чиновники и правоохранители делают на воспитании молодого поколения. Учителя, как только заметили неадекватное поведение учеников, должны сообщать об этом родителям и специалистам. А папа и мама быть в курсе, какие сайты посещают их дети. Особое внимание при профилактике экстремизма уделяется иностранным студентам. В этом году у нас обучается в Чувашской республике более 2000 иностранных студентов, более чем из 50 стран мира. В двух учреждениях созданы советы иностранных обучающих, это в Чувашском государственном университете и Педуниверситете. Там проводится соответствующая работа. Есть клуб интернациональной дружбы, который функционирует на базе Чувашского кооперативного института. Но самое главное сейчас упор делается на эффективное вовлечение иностранных студентов, организация их досуговой занятости. Все неформальные молодежные группировки – участники несанкционированных акций в Центре внимания правоохранителей. Как противодействовать терроризму и экстремизму? Эту тему обсуждали и на научно-практической конференции в кооперативном институте. Терроризм – угроза обществу. Сегодня об этом говорят везде. Несмотря на то, что в республике в целом ситуация стабильная, профилактическую работу необходимо проводить постоянно, пресекая возможность распространения радикальных взглядов среди воспитанников учебных заведений. В научно-практической конференции активное участие принимают и студенты, и члены Общественного совета при МВД Пучувашии, и представители национальных объединений, и сотрудники органов внутренних дел, и педагоги, и специалисты по молодежной политике. Экстремистские идеи оказывают большое влияние на сознание молодежи. Часто бывает, что ребята не знают, что совершают противозаконные действия, а их родители даже не подозревают об опасных увлечениях детей. Многие эстремистские идеи воспринимаются молодежью как модные, поэтому главная цель, которую преследуют организаторы конференции – формирование базовых знаний в сфере религии среди молодежи, чтобы молодой человек смог осознать угрозу и ответить на вызов. Чтобы лучше видеть. В Республиканской офтальмологической больнице проводят операции по восстановлению зрения по уникальной технологии. О новаторской методике далее. Наталья Легудева перестала видеть окружающий мир в один миг. У нее произошел разрыв и отслойка сетчатки глаза. Эта патология крайне опасна. Без экстренной операции можно навсегда потерять зрение. Дмитрий Арсютов – главный офтальмолог ЧУАШ и решает эту проблему за 20 минут. Плазмы из крови пациента, обогащенные тромбоцитами, выступают в роли клея. Ее вводят в область разрыва и соединяют отслойку со здоровой сетчаткой. Чем менее инвазивно и чем менее агрессивно мы воздействуем на живые ткани, на ткани, особенно глаза, это очень нежные структуры, тем более высоким результатом нам это отзывается уже в самой ближайшей перспективе. Использование этой методики исключает риск отторжения и воспалительных процессов. Заживление разрыва проходит быстрее. Я очень счастлива, что есть такие технологии, которые позволяют нам вернуть наше зрение, которое мы потеряли. Я очень счастлива. Спасибо. Аналогов этой технологии в России нет. В республиканской офтальмологии такие операции поставлены на поток. С прошлого года здесь вернули зрение 150 пациентам. 170 лет именно столько прошло со дня рождения великого чувашского просветителя Ивана Яковлева. Что он завещал, нам вспоминали на торжественном вечере в Чебоксарах. Родной язык – это величайшее достояние для каждого народа. Символ национального единства. Чебокский алфавит и первый чувашский букварь стали важной вехой в истории чувашского народа. Сыграли неоценимую роль в формировании его национального самозазнания. Мышление народа и все миросозерцание выражаются в его родном языке, и поэтому в неродного языка не может быть никакого разумного просвещения. Слова Ивана Яковлева. Именно благодаря ему появился фундамент для развития целого народа. Свыше миллиона людей по всему миру говорят на чувашском языке. Питер, Казань, Ульяновск неродной культуры сейчас проходят во всех чувашских диаспорах память о великом человеке. У нас цель такая, чтобы как бы благодарить, увидеть, оценить работу наших коллег, работу наших сородичей в регионах России. День рождения Яковлева – прекрасный повод оценить работу тех, кто посвятил чувашской культуре свою жизнь. Вот уже несколько дней по всей Чуваше идут праздничные мероприятия. В течение года жителей и гостей республики ждет еще много интересного. Например, грандиозный Акатуй на родине Яковлева. В течение года, хотелось бы сказать, у нас такие праздничные мероприятия будут продолжаться. Это у нас и в национальных музеях, и в библиотеках. Пройдут замечательные вечера, где можно будет узнать о жизни деятельности великого просветителя. Также у нас большая делегация наших художников будет выезжать на родину Ивана Яковлева, Коточки-Чимбаево, это Чичужский район, где пройдет пленер. Спорт – это жизнь. Чебоксарские ястребы и после завершения сезона занимаются пропагандой здорового образа жизни. Очередной мастер-класс спортсмены провели в Кугейской коррекционной школе-интернате. Баскетболисты посещают эту школу уже во второй раз и каждый раз приезжают с подарками. Подобные акции проходят при поддержке Федерального Центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Подробности в нашем сюжете. Уже несколько лет подряд баскетболисты проводят подобные мероприятия. Программа показательных выступлений четко отработана. Оранжевые мячи летят прямиком в корзину под звонки аплодисмента школьников. Был принято решение для популяризации баскетбола и здорового образа жизни проводить мастер-классы в школах и образовательных учреждениях в Чувашской республике. Это в Чебоксарах, в Чебоксарском районе, те школы, которые нам доступны. Мы сделали запрос в отдел образования города Чебоксары. Они связались с школами и те школы, которые изъявили желание, мы с удовольствием проводим там мастер-классы. Для игроков команды подобные мероприятия не в тягость. Капитан Ястребов Николай Далматов надеется, что подобные мероприятия помогут ученикам сделать правильный выбор в будущем. Он считает, что занятия спортом не только полезны для здоровья, но и прививают в такое важное качество, как дисциплина. Меня позвал мой первый тренер Никит Ройф Виталий Витальевич в баскетбол. Он жил у меня в подъезде и так получилось. У меня не было вариантов, потому что я выделялся со сверстников ростом. И мне это очень понравилось с первых же тренировок. И вот это желание на протяжении всех этих лет до сих пор занимаюсь и всем советую. Впереди у Ястребов еще около 10 открытых уроков, после которых команда усиленно начнет подготовку к новому игровому сезону. Алексей Табинов, Борис Андреев, Республика. Контрольные закупки, деятельность самозанятых граждан, порядок взыскания зарплаты, темы правовых новостей компании «Гарант». Подробнее о них смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Свежесть товаров, их качество, транспортировка и хранение, санкнижки сотрудников и работа с кассовым аппаратом. С 23 апреля Роспотребнадзор сможет проводить контрольные закупки. Кстати, расширен перечень оснований для проведения внеплановой проверки. Теперь в него включено и нарушение маркировки товаров. По правками предусмотрено, что контрольная закупка проводится без предварительного уведомления о проверяемых юридических лиц или индивидуальных предпринимателей. В случае выявления нарушений обязательных требований информация о контрольной закупке должна быть предоставлена представителю юрлица или ИП незамедлительно после ее завершения. Если нарушения обязательных требований при проведении контрольной закупки не выявлены, проведение внеплановой проверки по тому же основанию не допускается. В Трудовом кодексе России могут закрепить внесудебный порядок взыскания зарплаты. Минтруд страны разработал проект поправок. Его планируют прописать в новой статье. Она предусматривает возможность принятия решения о принудительном исполнении в случае невыполнения работодателем срок предписания инспектора об устранении нарушений по выплате заработной платы. Такое решение является исполнительным документом и направляется в ФССП России. Копия решения в течение трех рабочих дней направляется работодателю, который вправе в 10-дневный срок с момента получения обжаловать его в суд. Правительство внесло в Госдуму и законопроекты, касающиеся самозанятых граждан, задача урегулировать вопросы их деятельности до определения правового статуса. Присмотр и уход за счет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова